Не убранный вовремя мусор, потенциальный очаг возгорания. Юрий Поляков обращается к главам сельских округов. За минувшую неделю было зафиксировано 59 ландшафтных возгораний. Необходимо проводить сходы граждан, а также разъяснять собственникам участков их обязанности по соблюдению противопожарных правил. Округа свои отревизировать всем главам, это всех касается. Все вы знаете, где что находится. Вот такую свалку навалили там солом из мусора. Это очередной очаг возгорания. Потом будем тушить все там ездить. Еще одно поручение главам сельских округов. Активнее выявлять тех, кто ведет бизнес или работает без оформления документов. Отчеты о проделанной работе есть, а результатов нет. Ни одной выявленной деятельности от сельских округов до сих пор не было представлено. Я сомневаюсь, что у нас в благовещенке, в субцехе или в битязейском округе нет неформальной занятости. С начала года общими усилиями муниципалитета и службы занятости населения вывели из тени более 400 работников и примерно столько же оформили предпринимательскую деятельность. Создаются официальные рабочие места для подростков как альтернатива неформальной занятости. Вот дети в возрасте 14-15, может меньше, может больше, торгуют ватой после 10 часов. Какая работа в этом плане проводится? Если проводится слабо, то ее надо еще сильнее усилить, эту работу. Я вас поняла, Юрий Федорович, усилен. Пожалуйста, и на следующей планерке отдоложите. Хорошо. Тем временем взрослые нарушают закон, торгуя пивом на пляжах. Юрий Поляков обратился к полицейским. Мне кажется, надо ужесточить контроль, особенно пляжные территории. Не должно быть там никакого пива, там нету точек общественного питания. А там на разлив все торгуется. Прошу вас, ужесточите контроль на пляжных территориях. Вместе с тем, даже в разгар курортного сезона остается задача по модернизации социальной сферы. Начался ремонт клуба в поселке Просторный. Деньги на эти цели выделила депутат ЗАГС Собрания Юлия Пархоменко. Готов проект дополнительного корпуса на 70 мест в детском саду Зоренька, села Суко. Там же идет строительство спортивной площадки в школе номер 17. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.